Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы сейчас будем заканчивать разговор об откровении Анна Богослова и посмотрим на последнюю, 22 главу. В начале 22 главы Иоанн продолжает начатый в предыдущей главе рассказ о небесном Иерусалиме, о реке воды жизни, светлой как кристалл, который исходит от престола Бога и Агнца. Вот этот поток жизни, наполняющий всю землю. Может быть, для читателей, для христиан важно очень здесь расслышать одну простую вещь. Поток этот исходит от престола Бога не для того, чтобы мы могли его приватизировать и воспользоваться им для того, чтобы наполнить какие-то свои закрома. Он исходит для того, чтобы быть переданным. Блажение давать, нежели брать, говорит сам Господь Иисус в одном из незаписанных в Евангелии высказываний. Вот. И дальше Иоанн говорит тоже очень важную, потрясающую совершенно вещь об этом будущем Иерусалиме. «Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Ничего не будет больше проклятого. Вот это, во-первых, подразумевает, что ничто, что достойно быть проклятым, ничто, что не может существовать в правде Божьей, ничто из того, что неправда и неволей Божьей построено, это не будет существовать вечно. Собственно говоря, наверное, это и есть способ сказать о том, что такое победа. Нет ничего мертвого, нет ничего ненастоящего. Оно все уходит куда-то в прошлое. Остается только сам Бог, престол его и поток жизни, исходящий к каждому из людей. И еще одна чрезвычайно серьезная вещь. В 4 стихе 22 главы Иоанн говорит, «И узрит лице его, и имя его будет на челах их». Если вы помните, пророк Исаия Иерусалимский, автор первой половины книги Исаии, говорит, когда ему дано видение Бога, сидящего на херуимях в Иерусалимском храме, и края рис его наполняли храм, и он видит херуимов, восклицающих, свят, свят, свят Господь Саваоф, он говорит, «Горе мне, я погиб, потому что я человек с нечистыми устами, а глаза мои видят царя Господа Саваофа». Для библейской культуры абсолютно общераспространенным было понимание того, что человек несовершенный, человек, как выражается Исаия, с нечистыми устами, не может увидеть Бога и не умереть. Позднейшие христианские толкователи часто говорили о том, что воплощение Сына Божьего, явление в наш мир, нашу жизнь Господа Иисуса Христа дали возможность преодолеть вот это проклятие, так, чтобы мы увидели Бога во Христе, в Котором вся полнота Божества телесная, и в то же время не умер, не сгорели бы со стыда, как говорится об этом в русском языке. Вот. И Иоанн говорит о том, что в конце концов видеть Бога лицом к лицу, увидят Его, имя Его будет на челах их. Вот тот предел непосредственного предстояния лицом к лицу с Богом, к которому ведет Бог людей. И эта задача непосредственной встречи простирается с очень давних времен, с самого начала священной истории, для того, чтобы это, наконец, реализовалось в победе Бога над всем неправедным и злым в человеческой истории, в той победе, к которой мы приобщаемся, когда припадаем к Его престолу в Таинстве Евхаристии. И в заключительной части этой главы несколько раз в форме такого диалога здесь еще одна очень важная для Иоанна мысль присутствует. Господь говорит «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, блаженный те, которые соблюдают заповеди. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие». Стало быть, Иоанн говорит о том, что это откровение, которое дается Богом, потому что Богу угодно, не потому что мы по каким-то причинам разжаловили его своим любопытством, потому что такова воля Божья. Иисус говорит «Я послал ангела засвидетельствовать в церквах, стало быть, в общинах христиан, вот эту правду о победе Божьей». И совершенно поразительные слова «Вот гряду скоро». В нашем сегодняшнем словоупотреблении, когда мы говорим «скоро», мы имеем в виду, что ну, через относительно небольшой промежуток времени, через, там, 40 лет – это не скоро, а через год – ну, более скоро, а, там, послезавтра – это вот действительно скоро. Но в тексте Анна слово «тахи» скорее означает не столько промежуток времени, сколько скорость. Может быть, было бы не лишним пытаться передать это выражение словами «я иду быстро», «я тороплюсь прийти к вам». может быть, заключительное откровение 22 главе Иоанна, апокалипсис заключается в том, что Бог не увиливает, простите за такое, может быть, снижающее слово, у него нет, там, других каких-то задач, на которые он отвлекается от нашего спасения. Господь говорит, я иду скоро, я прихожу к тебе, торопясь, чтобы быстро, не откладывая, со всей возможной скоростью прийти в вашу жизнь. И читателя своего Иоанн призывает сказать на это «приходи скорее». Вот «маранафа», «греди Господи Иисусе» не просто означает, что «ну, мы согласны, ладно, так и быть, приходи». Знаете, как кто-нибудь звонит, там говорит, что «я хочу прийти к тебе в гости». «Ну, приходи». Нет, разговор идет о том, что «я всеми силами тороплюсь прийти к тебе». И читатель этой книги призван авторам откликнуться и сказать «да, да, приходи как можно скорее, потому что только в тебе наша жизнь». Слышавший, да скажет, прийди. Вот таким образом Иоанн вовсе не столько предполагает, что его книга станет источником информации о еще неизвестных нам событиях истории, сколько станет действительно для нас призывом откликнуться на желание Бога войти в нашу жизнь и даст читателю силы на этот призыв откликнуться. Прелефон Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...